Весна. Утренние пробежки. Скоро пляжный сезон. Нужно быть в форме. В спортивной форме. Новая коллекция для спорта и весеннего отдыха уже в высшей лиге. Высшая лига! Уле-уле-уле! Волги на Дону, как оказалось, самое место. Вполне логично, учитывая результат матча. Приехали новичками премьер-лиги, а уезжали лидерами чемпионата. Волжане доказали, лидерство случайным не бывает. У ростовчан все не заладилось с самого начала. По словам наставника «Желто-синих», первый тайм был полностью проигран. Под занавес хозяева получили первый гол в свои ворота. Первый гол, я не помню, чтобы и так мяч залетел прям в девятку, как он залетел первый гол. А так, по делу все. Мы неудачно сегодня сыграли и не получалось у нас практически ничего. Объяснений можно много найти. Сейчас по горячим следам можно сказать просто, что мы действительно дома опять играли с командой, которая очень организованно строит оборону. И мы не находим контраргументов. У нас плохо держится мяч. Впереди мы его доставляем, тут же теряем. И сами обрезаем еще на подступах. К чужой половине поля мяч часто очень. И тем самым даем сопернику возможность контратаковать опасно. Ростовчане почти не использовали фланги. Индивидуальные обыгрыши с «Желто-синим» не удавались. А обыграть командно всегда что-то мешало. Слишком академично вели себя в середине поля. Игроки «Волги» не упускали возможностей и ошибки хозяев оборачивали в свою пользу. Так вышло и на 52-й минуте, когда Антон Хазов с близкого расстояния после навеса с фланга второй раз огорчил ростовского вратаря. Кажется, повторяется нестабильность в нашей игре прошлого года, где можем одну игру сыграть хорошо, одну плохо и так очередовать. Как бы, что думаю по игре, хотя последние полчаса и давили. На скамейке Ростова пять раз защитников и один Григорьев. Им и решили усилить линию атаки. Правда, эта замена мало что изменила. Неизменными остались и атакующие набеги новгородцев на ростовские ворота. Оборонялся Ростов с ошибками, за что и был наказан третьим голом. Салата пас вместо партнера отдал сопернику. Санжар Турсунов обыграл двух защитников и по воротам не промахнулся. Результаты добились и хозяева. Правда, лишь однажды. За 10 минут до конца встречи желто-синие заработали угловой. Подача и Айзека Коронкова, ростовский защитник, оказался проворнее, чем нападающие. Ростов после тура опустился на десятую строку турнирной таблицы. А Волге невольно помог закрепиться на первом месте. Олег Валерьевич, сзади наверняка две почти бессонные ночи. Уже сейчас, когда эмоции немного улеглись, все-таки есть у вас конкретные причины того, почему случилось неприятное поражение? Ну, причин их несколько, наверное, но факт то, что мы не были самими собой, как команда. Никто не проявил свои лучшие качества, скажем так. И, конечно, прежде всего это я. Я всегда на себя ставлю на первое место. После поражений по-другому не должно быть. Вот. Ну, конечно, с ребятами у нас еще предстоит разговор серьезный. И будем рассматривать очень внимательно ошибки, которые, как бы, ну, для меня они не должны совершенно на поле мастерами высокого класса совершаться. Почему так произошло? И, при том, не один, который игрок, ну, у многих совершенно не пошло ничего. И это, там, можно отнести к тем играм, когда вся команда, а никого выделить всей команды. Многие связывают неприятное это поражение от Волги как раз с тем, что неудачно сыграл центр поля футболиста полузащиты. Как раз это треугольник Янков, Гацкана, Рябко и Иванов. Мне сложновато в прессе обсуждать моих футболистов, потому что, прежде всего, я должен с ними решать эти вопросы и им глаза высказывать, кто что не доработал и не доделал. В общих словах, конечно, я могу сказать, что средина у нас выпала и проиграла центр поля, конечно. Но это все полузащитники, и, ну, ни в коем случае только их винить в поражении нельзя. Я повторюсь, некого выделить. Разве что, может быть, Хагуш, и тот только за старанием может быть такое чрезмерное, которое видно было, что у него глаза горели. Хотя и он тоже ошибки совершал, конечно же, такие. А так, в основном-то мы все были, не побоюсь этого слова, серой массой. А так, конечно, так невозможно очки заработать. Понимаю, что футбол со слагательных наклонений не терпит. Тем не менее, в случае, если бы Кириченко был здоров и был готов к этому матчу, появился бы ли он с первых минут вместе с Адамовым? Да, плакаться не хочу. У нас были не хватало людей. Это факт. И Янков, и Чеснавский, и Кириченко для нас. Это такая серьезная и очень серьезная потеря перед матчем. Начали бы мы в два нападающих. Это, опять же, наверное, мы не вложимся в рамки твоей передачи. Здесь можно долго обсуждать эту тему. Ростов пробовал уже двумя нападающими играть. Может быть, еще полузащита наша не на том уровне. То есть, те футболисты, которые у нас в два полузащитника оставлять, это практически... Вы видите, у нас было как бы три играющих в средине человека, и то мы не справились в прошлом матче. Если их будет два, и впереди два человека, то теряется совершенно... Еще не настолько у нас мощная оборона и средняя линия, чтобы мы выдерживали. Ну, за счет качества мы оборонялись. Нам иногда нужно количество подключать. Поэтому это моя проблема. Я, поверьте мне, сам нападающим играл. И, конечно, я люблю, когда атакующий футбол проповедует команда. Но она должна уметь обороняться, эта команда. Если номинально просто выпустить два или три нападающих только ради того, чтобы сказать, что я это сделал, думаю, не стоит совершенно. Цель – результат. И надо пытаться его достигать любимыми методами. Потому что этот чемпионат, как вы видите, совершенно непредсказуемый, как он оригинально начался. Все проигрывают, все теряют очки, все. Будет, я думаю, жарко очень от первой до последней минуты. И то, что я хочу сказать, и ребята знают это уже от меня, что поражения всегда есть в футболе. Без них невозможно. Они только разные бывают. Можно спустя рукава проиграть, можно в бою проиграть и показывать хороший футбол. Хотя, наверное, осадок одинаковый от всего. Но, может быть, осадок как раз и меньше, когда хорошо ты сыграл. Но, тем не менее, очков ты не имеешь. Но, что я хочу сказать, нам нужно просто заняться тем, как реабилитировать себя, думать над этим, как исправиться, как поправиться. Мы в коллективе точно уже разберемся, что и как. И я считаю, что ребятам, опять же, могу использовать такое слово, им стыдно за то, что было на поле. Так же, как и мне. Это не тот Ростов, который мы все хотим видеть. И нам нужно в следующих матчах, следующими победами, как бы, уже перевернуть эту страницу. После матча Радич сказал, что повторяется прошлогодняя история, в которой Ростов мог одну игру провести очень стабильно, потрясающе. Обыграть лидера, топ-команду и при этом умудриться проиграть команде, которая находится в середине таблицы. Вот как и получилось, собственно. Да, продолжается эта картина, мы о ней говорили и с ребятами, и все мы прекрасно это понимаем, и наши соперники так нас называют непредсказуемыми. Но, тем не менее, единственное, что я хочу заметить, что не нужно думать, что сегодня «Волгу» легче обыграть нам Ростову, чем «Спартак». Поверьте мне, совершенно хороших футболистов все команды подобрали. Так же и Кубань сейчас, и Краснодар мы видим. Ну, и не называю всех, так называемых середняков. Они подобрали хороших футболистов, так же, как и мы, пытались усилиться. Что-то получилось, что-то не получилось, но уже в процессе нам остается только делать то, что мы можем делать, и совершенствоваться, и пытаться добивать очки в этом составе. Очень несложно, и очень непросто будет любую команду обыграть, как бы она ни называлась, поверьте мне. Я думаю, все еще будут терять и набирать очки, и таких матчей непредсказуемых будет очень много. Болельщики перед выходом в эфир этой программы очень сильно попросили меня, чтобы я передал вам такую информацию. После матча, к сожалению, не каждый из футболистов подошел к сектору активной поддержки и не поблагодарил. Только вот три человека – Блатник, Григорьев и Олег Иванов. Можете как-то повлиять на ребят, чтобы они… Хорошо, если вы считаете, что все-таки тренер в этом плане должен влиять, я попытаюсь, я переговорю с ребятами. Вы поймите, это уже не ходит в мою компетенцию, наверное, просить или, не дай бог, заставлять ребят приветствовать зрителей. Это должно быть у них в душе, в сердце, и где-то я их понимаю только в том плане, что после проигрыша им просто стыдно действительно в глаза смотреть болельщикам. И, наверное, не находят в себе силу. Но я считаю все-таки, и повторяюсь, и нам терпение проявляют болельщик, иногда мы их радуем, и нередко своими хорошими результатами. Поэтому нам надо быть вместе, и, конечно же, нам надо друг друга пытаться понять и поддержать, когда именно тяжело, когда легко, нам всем легко. А вот когда у команды что-то не получается, нам быстрее нужно выйти из этого мини-кризиса, как это хотите сказать. Даже любой проигрыш – это кризис, для нас это проблема большая, такая у нас жизнь, по-другому мы не воспринимаем это. И поэтому, конечно же, давайте вместе. Прошу болельщиков попытаться понять этих ребят, которые не нашли всей силы. Но, тем не менее, я считаю, обсудим мы эту тему, и все нормально должны. Впереди у Ростова едва ли не самая сложная неделя в апреле. Два очень важных матча. Первый – это южное дерби, которое для любого болельщика Ростова является едва ли не самым принципиальным. В году выезд в Краснодар, будет большая массовая поддержка в этом городе. И поединок на Кубок России, 1-4 финала против «Динамо». Вот с каким настроением… И потом «Терек» к нам. И затем «Терек» домашний, да, тоже. Три ключевых поединка, достаточно важных. Вот как этот отрезок вы оцениваете предстоящий? Ну, это наша жизнь, это как раз и интересно. Да, сложно. Ну, вы видите, пока мы еще там, где сложнее было, лучше себя проявили, чем там, где, казалось бы, легче. Со всеми можно играть, у всех можно выигрывать. Цели у нас не менялись. У нас есть хорошие ребята, хорошие футболисты. Говорю, не все еще свой потенциал показывают. Почему? Это надо им в себе покопаться, и нам вместе всем подумать, что и как поправить. Но, тем не менее, все равно основная пока жалоба у меня к моим футболистам, это то, что вы не даете, я их прошу. Я в глаза говорю, ты отдайся игре, покажи все свои качества. А потом результат какой будет, это все, это футбол, что хочешь, может быть. Главное, будь профессионалом на все 100%, а не так, чтобы получалось, что несколько человек на поле отбывает номер. Но тогда мы зря все трудимся, потому что это командный вид спорта. Если нету трех-четырех на поле, это уже тебя перебегают и обыграют любая команда. Вот такие у меня пожелания. Если ребята смогут дальше в эту тему включиться и войти, что нам нужно на каждый матч выходить, как на последний, у нас будет все нормально. Большое спасибо, Олег Валерьевич. Я напомню, что в гостях у нас был главный тренер футбольного клуба Ростова Олег Протасов. Ну и напоследок нам остается только попрощаться. Пожелаем удачи Ростову и болейте только футболом. Весна. Утренние пробежки. Скоро пляжный сезон. Нужно быть в форме. В спортивной форме. Новая коллекция для спорта и весеннего отдыха уже в высшей лиге. Высшая лига! Уле-уле-уле! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова